Потер беременности до 7-8 недель. Их называют еще генетическими поломками, то есть прерывание беременности плодом с аномальным хромосомным набором. Нередко женщина даже не знает о спонтанном прерывании наступившей беременности очень маленького срока, когда выкидыш происходит после нескольких дней задержки менструации или прерывание беременности происходит во время предполагаемой менструации. Такие потери рассматриваются как своего рода инструмент естественного отбора и обеспечивающего рождение здорового потомства. Подтвердить хромосомную природу выкидыша, остановки развития беременности можно с помощью цитогенетического исследования материала, полученного при выскабливании. Если у супружеской пары такие ситуации повторяются, то есть в случаях с хромосомным нарушением плода и потерей беременности было несколько, два и более, то паре рекомендуется пройти обследование на кариотипирование клеток самих родителей и с результатами обратиться к клиническому генетику. Далее будет предложена программа подготовки к беременности, поиска причины данных нарушений и шаги, которые необходимо предпринять во время следующей беременности. Эндокринные нарушения в организме женщины. Наиболее часто выявляемые при обследовании это повышение уровня мужских половых гормонов гиперандрогения, повышение уровня пролактина, недостаточность гормонов желтого тела, прогестерона, нарушение функций щитовидной железы и сахарный диабет. Все эти нарушения связаны с сбоем в работе определенных эндокринных органов, систем органов и требуют обязательной диагностики до планирования очередной беременности и медикаментозного лечения. Влияют эндокринные факторы выношения беременности на протяжении всех трех триместров, поэтому очень важно заранее провести обследование и наметить терапию. Что мы сдаем в данном случае? Мы проводим гормональное обследование по дням менструального цикла, исследуем обмен углеводов, так называемый метаболический блок, и сдаем гормоны щитовидной железы. Если нужно, проводим утрезвуковые исследования органов малого таза, щитовидной железы, органов желудочно-кишечного тракта. Смотрим результаты и планируем медикаментозную терапию. Следующая группа причин – анатомические изменения половых органов. Например, двурогая матка, недоразвитие половых органов, травмы шейки матки, удвоение матки. Встречаются такие вещи редко, но приводят к прерыванию беременности, как правило, на больших сроках. И причиной является невозможность нормального прикрепления плаценты и отслойка ее на достаточно больших сроках. Для диагностики данного вида нарушения используются антразвуковые методики. Гистероскопия – это осмотр полости матки с помощью видеоприбора, введенного через шейку матки. Гистеросайпингография – введение контрастного вещества в матку и маточные трубы. И последующее рентгологическое исследование. Магнитно-резонансная томография. Иногда встречается патология шейки матки. Например, рубцовое изменение после предыдущих родов, после пластических операций на шейке. Здесь, как и в случаях аномалии развития половых органов, возможна хирургическая коррекция. То есть все это тоже должно проводиться на этапах планирования новой беременности. Инфекционные факторы. Среди причин невынашивания не последнее место занимают инфекционные воспалительные заболевания беременные. Иногда скрыто протекающие, иногда явно протекающие. Это может быть и пилонефрит, это могут быть инфекции половых органов. Во время беременности может происходить инфицирование плодного пузыря, плаценты, иногда самого плода и запускать преждевременное изнатие полоплодных вод, воспалительный процесс в плаценте и преждевременные роды. Поэтому накануне беременности всем необходимо сдавать расширенные исследования на половые инфекции, посевы на неспецифическую флору из половых путей и так называемый торч-комплекс, определять наличие иммунитета к некоторым вирусным инфекциям, опасным для плода. Торч-комплекс. Это тоже важно делать до наступления будущей беременности, потому что во время беременности мы ограничены в использовании лекарственных препаратов и не все воспалительные процессы можем лечить. Это может быть причиной очередной потери беременности. Поэтому делаю упор на то, что регулировать нужно все заранее. Следующая большая группа причин – это иммунные факторы невынашивания. Поскольку плод является чужеродным для материнского организма, отдельным существом, мы ожидаем, что при попадании в полость матки это вызовет, должно вызвать со стороны иммунной системы агрессивную реакцию. Но, как было выявлено, не вся иммунная система реагирует агрессивно. Особными полномочиями обладают лимфоциты слизистой оболочки матки. Они позволяют зародышу внедряться в слизистую, и это было названо иммунологическим парадоксом. Объясняется он тем, что природа допускает смену такой агрессивной реакции на реакцию облегчения именно в отношении беременности. Также было выявлено, что формирование плаценты регулируется особыми активными веществами – цитокинами, которые выделяются как раз лимфоцитами слизистой оболочки матки. Есть такие цитокины, которые учат плаценту, как ей развиваться. Мобилизация механизмов агрессии, нарушение функции лимфоцитов слизистой оболочки матки может быть причиной потери беременности. То есть мы проводим исследования на активность иммунной системы. Существует несколько механизмов агрессивного реагирования иммунной системы мамы на плод. Механизм аутоиммунный, алоиммунный. К аутоиммунным относятся продукция повышенного количества антител, направленных против ткани матери, вследствие чего страдает и плод. Например, продукция антител против стенок, против компонентов сосудистой сети, в том числе сосудистой сети плаценты, которая запускает патологическую активность системы свартовой крови, приводит к развитию тромбоза в плаценте и, как следствие, к потере беременности. Это механизм развития так называемого антифосфолипидного синдрома, на который обязательно проводится обследование. Также к аутоиммунным факторам относятся повышенные цифры цитотоксических клетокиллеров. Это отдельный вид ауфоцетов. В норме основная их функция – это противоопухолевый иммунитет. Но было выявлено, что повышение их концентрации в организме женщины, в крови, в слизистой оболочке матки, сопровождается потерями беременности в первом триместре. То есть они нарушают формирование плаценты и таким образом делают дальнейшее развитие беременности невозможным. Диагностика аутоиммунных факторов невынашивания – это исследование женщины на иммунограмму и подкрепляется оно генетическим исследованием, анализом на полиморфизм генопцитокинов, а также проводится расширенная диагностика на антифосфолипидный синдром, о котором мы говорили выше. Вторая большая группа иммунных факторов невынашивания – ау-иммунные факторы. Невынашивание может быть обусловлено совместимостью матери и отца по системе человеческих лейкоцитарных антигенов. Ее знают все. Эта система представляет собой группу генов, кодирующих белки идентичности на поверхности наших клеток. И было выявлено, что для нормального протекания беременности необходимо, чтобы зародыш отличался по данной системе белков от матери. В том случае, если у будущих родителей совпадает набор белков, кодируемых поверхностной системой антигенов, то организм матери может вовремя не распознавать нормальную беременность и зародыш отторвать. То есть по этому направлению наш центр также проводит диагностику, существует самоотипирование супругов на человек 2-го класса и так называемый тест на смешанную культуру лейкоцитов. Это методика, позволяющая ответить на вопрос, достаточно ли хорошо иммунная система женщины реагирует на антигены будущего отца. То есть имитируется ранний срок беременности в лабораторных условиях. Технически это несложно. В сыворотку крови женщины помещают лимфоциты мужа и смотрят, сколько выживает лимфоцитов супруга, сколько гибнет. Есть определенные нормы. Если процент погибающих лимфоцитов снижен, то, скорее всего, причины вынашивания в этом самом, так называемом, равнодушии материнской иммунной системы к мужу и ребенку. Анализы эти сдаются парой и с результатами пара супружеская. Обращается к гинекологу и делается вывод, нужна ли коррекция в данном случае с данным результатом. И последняя большая группа факторов вынашивания это термофилические сосудистые факторы. Объясняется склонность к более активному свертыванию крови у женщины, так называемой термофилии. Нарушения могут быть связаны, например, выработкой антифосфолипидных антител. Мы о них говорили выше. Антифосфолипидный синдром. То есть, когда большое количество, патологическое количество антител организма, иммунная система вырабатывает против своих же тканей, и это запускает процесс активного свертывания крови и тромбозов в сосудах организма во время беременности, в глацентарных сосудах. И второй механизм – это генетически обусловленные дефекты гемостаза. Мы исследуем состояние генов, кодирующих определенные белки и свертывающие стены крови. И если находим поломки в структуре генов, полиморфизма и мутации, трактуем это как ситуация, повышающая риск тромбозов в данной пациентке, приводящая к серьезным осложнениям беременности или даже к ее прерыванию. Для обследования в этом направлении мы предлагаем сдавать гемостазиограмму, расширенную с определением волчаночного антикоагулянта, определение уровня гомоцистены в крови и генетические исследования – это полиморфизм генов системы гемостаза, полиморфизм генов сосудистого тонуса. Опять же, по результатам консультируем пациентку и намечаем план подготовки к беременности, поскольку в данном случае также важно терапию начинать до наступления беременности, и это резко повышает шансы на успешное вынашивание следующей беременности. Также стоит отметить важность обследования супруга, кроме парных анализов на аналогическую несовместимость на алоиммунные факторы, кроме кариотипирования при наличии генетических сбоев, при подтверждении причин невынашивания нарушения хромосомного набора плода, мы просим сдавать спермограмму, оценивая количественные и качественные показатели и при необходимости направляем на консультацию к андрологу. Вот, наверное, такой краткий обзор по основным причинам невынашивания, по обследованию в ЦИР. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Если нужны будут рекомендации, обращайтесь к нам на консультации, на обследование. Будем рады помочь. Спасибо за внимание. Кто-то что-то пишет. Спасибо.